Ситуация в Красноярске во многом же стала случайностью, однако впервые за много лет зарплаты чиновников стали поводом для серьезной общественной дискуссии. В связи с этим возникает вопрос, а есть ли у жителей Иркутской области шанс отслеживать зарплату чиновников, мы решили узнать у эксперта-политолога. Мнение специалиста о важном для всей страны вопросе. Далее. У нас эта тема как-то не любит об этом говорить. По одной простой причине, что, а что это вы тут заглядываете в наш карман? Говорят очень часто люди, которые занимают какие-то посты, и очень хочется их поправить. Не в ваш карман, а в наш карман. Потому что деньги все чиновники, депутаты председательных органов власти получают из бюджета. Председатель органов власти это тот, который как раз формирует бюджет. Мы очень часто же видим, что орган власти стоит 100 миллионов рублей. Куда входит заработная плата, штат помощников, какие-то секретарши. Вы знаете, когда я слышал о том, что депутатам оплачивают мобильную связь, или, например, они им оплачивают автомобиль, я не очень понимаю, а это зачем. Они фактически обязаны перед нами отчитываться о своей работе, потому что мы им платим заработную плату. Но пока до такого мышления мы еще, к сожалению, не дошли. Ни одна страна, ни вторая страна. То есть нельзя сказать о том, что депутаты уже созрели, или граждане созрели. Могу сказать, что даже обычные граждане очень часто вообще не задумываются об этом. Потому что нам, честно говоря, не хватает просто политической правовой культуры.